друзья привет сегодня 3 января у нас льет дождь приехал лёшек и вот посмотрите на эту очередь почесаться у лёшика всего две руки и вот в одной руке чесалка кузьму начесывает моньку начесывает очень любит чесаться у нас котики у меня здесь пузька на руках моточек пряжи и я вижу кайму ох этот мой палец не хотелось бы его показывать в общем ну ты моськи корчишь маня да манька у нас любитель покорчить моськи ой что хочу сказать друзья не хочется негативить но с этим изменением погоды вот эти вот качели солнце вечером вчера подморозила ночью дождь а через два дня у нас будет минус 20 в общем вчера уснуть не могла ворочалась ворочалась повышенный пульс пониженное давление сегодня никакущая вчера она планировала столько приготовить вкусняшек а сегодня вот наверное лёшек будет варить супчик тыквенный под моим чутким руководством вообще состояние нестояние так скажем какая-то слабость сердечко тёх 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 в общем вот такие вот дела сколько там на кресле спит сегодня душик уже сходил в магазин купил дешево надоело ей уже эта курица вот и опять удачно сходил купил курицу тушки курицы в пятерке у нас сегодня акция по 90 рублей дали уже 89 89 90 они любят ого сколько ты шерсти начисал я только что кстати чистил и чистила и это уже это вот но столько набралось обалдеть но это манькина я вижу он у нас пуховый котик вот так что вот такие вот друзья дела лёшик всегда как приезжает как сходит в магазин вечно ему акции то этих наберет грудок грудок да по акции по 209 ты брала они были 247 до по 199 по 209 по 209 а вообще они были ну грубо 250 сегодня ты курей взял по 90 которая 147 там вот так вот лёшик ну а ты продемонстрируешь свой подарок уже очень хочется тебя показать когда вот это вот сниму продемонстрирую хочу тебе снимать я тебя вообще-то буду твою голову показывать что ты перчатки на голову натянула а чё ты штанишки привез новенькие славный город чеплыгин мне прикупил тоже моника так любит смотреть в окно вчера вы мне там про идейку рассказали заклеить окна тюлем друзья я знаю про эту идею но мне она не нравится его же там вам отвечала во первых мы любим наблюдать что происходит на улице шторку можно отодвинуть поднять если и обклее оклеить стекло то во первых это будет ну как в тюрьме замкнутое пространство мы это не любим и наши котики тоже не любят ой лёшенька покажись покажи покажи перчаточки нормально сидят я угадала отлично 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 вообще шапочка ну ка повернись покажись китайский болванчик ну тебе нравится расскажи нам она отлично вот чё себе отлично шапочка кашемировая можно сказать ну а как еще сказать если отлично это отлично да а другие да так что я же не могу сказать кашемировая но тепло ушком да или все-таки побольше нужно было но я над выписать 6 вязала так что вот такие друзья дела вы там не пишите лена снимай когда у вас хорошее настроение я еще хочу добавить когда еще есть какая-то энергия а вот в таком состоянии с такими качелями в погоде что-то совсем друзья нет сил вы уж меня простите видите показывает покажи почесать как он лапы показывает да кузьма покажи как ты чесалочку показываешь он даже показывает лапа если она лежит там у нас место есть возле тумбочки на полу за тумбочкой ну за тумбочкой он подходит и лапой начинает дергать эту чесалку чтобы его почесали вот лишь ну расскажи нам немножко новостей как там наша столица как стоит 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 украсили хорошо все мне там подписчики пишут так красиво мне кажется это каждый год в москве красивое украшение новогодние да и вообще столица очень красивая наша вот они опять 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 услышали про чесалку увидели да и вот теперь вдвоем на перебор да 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 так что сейчас еще немножко повяжу достала там тыкву размораживать с морковкой тертой и будем варить тыквенный супчик вот такие наши котя в реке да мой какая же красота выделяет видишь как он его задницей подошел и и вытеснил мурчат а я-то смотри что проснулась нет вздрыхнет с таким выражением моськи ага уж пульки друзья все хорошо лапка зажила уже она не хромает но ну да бережу обходят все это чтоб спрыгнуть то что ж такое теперь не могу уменьшить мое видео и о вот встала на свое место ну расскажи нам немножко столичных новостей нету никаких столичных новостей лёша вот этот закон что приняли новый год в новый год хлопушки отменили придерживались москвичей этого закона канонада канонада было да вот кто-то руку нагрел тогда какой-то штраф же придумали естественно ну а ты представь каждый двор загнать по наряду полиции чтобы они их отлавливали где же только набрать ну короче замучаются ездить короче как стреляли так и стреляли да естественно где-нибудь какие-нибудь хлебные места были они там а так в основном до трех часов ночи или утра я помню бубов бубов и невозможно было уснуть до утра хочешь не хочешь новый год будешь отмечать потому что уснуть никогда не удавалось если только под утро все надоело надоело начинает грызть чесалку так это можно собирать потом пряжу можно прясть лёша правда непривычно когда работы нет когда ну поели теперь давай поспим ну поспали теперь давай поедим да не насчет поспали и поели это не ко мне но это да мало ешка вчера только доели салат оливье не доели а еще даже тарелочка есть да вот новогодний что ты там еще по заказывал расскажи нам в озоне лопаты по заказывал да да специальную для щебенки для чем не для гравия лопат определенной формы совковают нам на следующий год нужно будет заниматься укладкой плитки а ты там какие-то еще точилки заказала для цепи может покажешь нам в общем потихонечку готовимся друзья уж очень хочется плиточку уложить не знаю как получится или не получится терраску сделать открытую веранду часть сделаем так вот это ты сейчас нам тут порассказывай что это такое какие-то тут цепь дополнительную купил до цепь пильная для цепи теперь ты еще в корзину опять положила сабельную какую-то сабельную пилу и электрорубанок а а вот я думала это все одинаковое нам хватит одной пилы в чем отличие хуже не будет но сабельная пила представь это ножовка вот ручная но только электрическая а цепная цепью пилит да да это вот для крупного какого-то объема габарита а так помельче но она и металл может пилить и пластик и дерево только пилку меняй вот это вот шарожечки для правки заточки пильной цепи имеет свойство тупица это вот вставляется в аккумулятор в аккумуляторку и подправляется а цепь затачивается да 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 зубчики а вот это вот просто напильничек со станком здесь показаны разные углы заточки цепи ну вот какой у вас так и под этом под этим углом цепь вот сюда вот одевается и вот под этим углом подправляется потому что имеет свойство тупицы как правило те цепь которые идут в комплекте они очень слабенькие почему вот это тоже купил что-то с фокусом вообще перестал телефон фокусировать нормально не знаю что такое так что друзья мы отдыхаем и потихонечку то затариваемся покупаем необходимый инструмент необходимые вещички к летнему строительному сезону лёшик ну это вся надежда на твой отпуск да ну лен у меня сейчас нет возможности в новой организации как вот было там до приехать на 3-4 дня как-то поменяться друзья как все вовремя произошло до всех вот этих перетрубаций на лёшиной работе вы же помните мы делали здесь ремонт и вот стены убирали да вообще все все это полы и стены плитка кухню собирали мебель я приезжал на неделю и да и сейчас такой возможности нет вот на один день приезжает лёшик завтра опять то-то в москву ну на самом деле получается конечно для аленки один день целый у лёшки получается три дня ну один приехать ну в итоге получается что ты здесь один день и вот что можно сделать за один день много вот представляешь если бы вот такой график как у тебя и нет возможности переставить смены как раньше чтобы мы в этом доме сделали я вообще сделал смутно представляю представляю что бы мы могли сделать это было бы нет за год бы мы точно не успели лёша вот точно не успели друзья как же мне нравятся эти белые стены я просто вот балдею от белого потолка натяжного белых стен давно мечтала об этом это как знаете на украине в родительском доме стены были белые но это была побелка и каждый год мы с мамой белили по весне утопилась печь углем сажа копоть вот а сейчас белые стены которые можно сказать не пачкаются и которые можно даже помыть вот но давно я хотела именно белые стены в общем мечты сбываются друзья вот такие дела отдыхаем с лёшиком сейчас пойдем готовить супчик тыквенный еще не разморозилась я посмотрел а я достала кстати да я достала тыкву достала морковку потертую из морозилки кстати тут как-то шла по улице калинина там у нас и на помойке увидела такую тыкву люди выбросили я прям вы знаете у меня душа кровью обливалась думаю ну надо же вырастить такую тыкву и не сохранить или морозилки нету людей ну потому что видимо портится начала и можно было бы заморозить но негде и все выкинули на помойку прям очень не было жалко хоть эта тыква не моя но мне было жалко знаете такая тыква вот тыква тыква такая ребристая вот как из сказки золушка карета для золушки вот так что у кого нет друзья морозилки обязательно приобретайте это очень очень хорошая вещь и как любой инструмент любая бытовая техника я предпочитаю все таки хорошую бытовую технику удобную как и вязальный инструмент сегодня мне поступил комментарий где делала обзор к спицам к различным спицам от китайских до наборов адик нет про зинк и вы знаете что хочу сказать я не буду сейчас обсуждать этот комментарий он не то что негативный негативный а ну типа еленам такое впечатление что вам некуда девать деньги вы транжира что вы потратили деньги на такие дорогие наборы я вижу китайскими спицами и все меня устраивает я не буду ну дословно там рассказывать про эти комментарии да этот именно комментарий но меня поражает другое во первых зачем заглядывать мой карман куда я трачу деньги это по крайней мере не ваше дело скажем так а во вторых у каждого же своя политика вы просто видимо не вязали дорогими спицами и поэтому у вас нет сравнения и вам хороши китайские и обычные коней тебе были хороши вспомнил да они мне были хороши не купили пока лёшик мне не подарил да сейчас даже найду этот комментарий чтобы не быть голословным солнышко но не у всех же есть лёшики это точно это точно лет таких как лёшик вот сейчас открою этот комментарий все-таки прочитаем его вот он чтобы вы как бы не то что я это выдумала такое ощущение что а это я уже отвечаю вот такое ощущение что вам деньги некуда девать вижу дешевыми китайскими спицами и крючками и не знаю проблем ну я вот девушки отвечаю такое ощущение что вы мне завидуете зачем заглядывать мой карман вяжите хоть выструганными палочками из дерева или спицами и велосипедными не абсолютно по барабану чем вы вяжете но друзья действительно это вот видео вот вот к этому видео где я делаю обзор на вот разные различные спицы вот но девушка же не останавливается сейчас я буду читать чтобы мне было удобно пишет не строганными не вижу и вам не советую вращать насчет зависти скажу так зависть это один из больших грехов да это правда никому и никогда не завидую но и спицы за шесть и более тысяч считаю простым неоправданным транжирством вот друзья просто очень хочу знать ваше мнение это транжирство или это просто ну не знаю стиль жизни что ли или ну попробовать сравнить вы же даже не сравнивали я так понимаю у вас не кориглазая вот я все время сравниваю с машинами почему-то но это как мерседес и запорожец да вроде то это и та машина но только они раз и скажу вам так вот другие мне пишут вот кстати почему-то вот к видео вот где делаю вот эти обзоры вот вот она это видео вот с такой картинкой многие пишут что мне вообще проплачивают деньги что я ну как бы рекламирую этим наборы за деньги друзья но мне просто смешно вот просто смешно те которые давно со мной на канале и те даже знают скандальное видео допустим видео по пряже когда мне выслали пряжу заявленную как шерсть и она оказалась сплошной акрил вот и я же вам честно рассказывала об этом хоть до того что этот магазин благополучно потом закрылся так вот интересно кто же мне это проплачивает вот просто подумайте ну логику включите пожалуйста вообще рекламой занимаешься я помню комментарии что ты писали тебе мужа своего рекламирую а да 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 ну вот а потом вы мне пишите что вы не завидуете да друзья завидуете я же знаю об этом не надо завидовать будьте искренне живите своей жизнью радуйтесь каждому дню вот вяжите хорошими спицами хорошими инструментами попробуйте хотя бы одни спицы ади купить или книг про и ощутите разницу я посоветовала этой девушке чтобы ей кто-то подарил дедушка мороз до эти спицы ну так она же и не успокоилась потом я ее конечно забанила эту кориглазую что типа мне и даром не нужен дорогой набор это как чемодан без ручки вот такое сравнение у человека вот представляете насколько злые люди а ведь я действительно от всей души пожелала но этому человеку чтобы кто-то подарил если нет возможности купить пусть кто-то вам подарит повяжите и ощутите разницу вот я например вот этот крючок кловер дорогой кстати тоже я его ни на какой другой не променяю и если взять дешевые крючки которыми я тоже вязала и не знала еще про этот крючок кстати про крючок кловер мне рассказала ли люди когда я была на мастер-классе у аси вертон вот она всем говорила купите кловер и забудьте вообще про неудобства в вязании крючком вот и там одна женщина мне подсказала этот сайт где я покупала этот набор крючков причем все крючки все размеры я сразу купила потом еще лёшик ездил потерянные да потом я утеряла крючки лёшик мне 075 докупал один сломался 05 тоже ездил докупал в трескале по моему ездил в москве вот и я когда купила эти крючки я действительно поняла друзья что это небо и земля вообще небо и земля поэтому не нужно писать мне то что мне там кто-то платит за рекламу никто мне не платит у меня есть свое объективное мнение опять же я его не навязываю но как совет попробуйте просто попробуйте хорошие дорогие инструменты на самом деле все очень просто небольшая ремарочка аленка очень много вяжет очень много и в связи с этим ну как бы ей хочется чтобы вязалось легко просто и выходил качественный продукт ну качественный продукт выйдет даже из под дешевого крючка и спиц но сам процесс вязания конечно конечно вот в том то и дело что процесс вязания но дело если ты ну там в год одну-две вещи свяжешь какие-то большие да даже и одну-две вещи лёши плохим крючком плохим инструментом даже не хочется вязать правда друзья но поверьте и очень хотелось бы мне узнать ваше мнение напишите пожалуйста комментарии другой вопрос что не у всех есть возможность вот это другой вопрос поэтому я и посоветовала этой кареглазой чтобы ей подарили от души подарили дорогой инструмент и чтобы она попробовала и может быть изменила свое мнение здесь не было никакой злости никакого сарказма но человек видимо настолько злой в душе что даже это не чувствует и не видит кузьма не бодай меня камера дергается вот такое видео на кровати друзья поболтали рассказали настроение градус настроение повысился я по-моему даже себя лучше чувствовать начала ты по голосу слышишь так у тебя еще и улыбка на лице появилась вот так что друзья все хорошо видимо давление нормализовалось утром было очень низкое давление и повышенный пульс но ничего надеюсь выдержим эту погоду вот капли капают эти и не знаю видно вам вот идет идет ливень тропический ливень а потом 26 будет до минус 26 минус 20 здесь это в москве минус 20 до 28 обещают а здесь до 22 и 3 но тоже немало так что вот друзья я показываю тут у меня пузька под боком кузьма пряжа будем дальше вязать будем творить лёшик сейчас пойдет супчик готовить под моим руководством так что я желаю вам друзья в этом новом году всем всем вязальщицам чтобы вы или приобрели или вам кто-то подарил хорошие инструменты побольше приятного общения хороших друзей вдохновения хорошего настроения ну а на этом мы с лёшиком будем заканчивать сегодняшнее видео я думаю вам было интересно как всегда все спонтанно я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока